Всем привет! Меня зовут Анастасия Коз и в этом видео мы вместе с вами будем делать легкий утренний макияж. Такой вы видите сейчас на мне. Я его еще называю макияж без макияжа и очень его люблю, потому что он занимает буквально 10 минут времени и выглядит очень натурально, естественно и кожа с ним начинает сиять. Для этого макияжа не нужно никаких сверхспособностей или особенной косметики. Я буду использовать те продукты, которые в принципе есть в каждой косметичке. И очень надеюсь, что вам он понравится и у вас получится его повторить. Ну и давайте скорее начинать. Перед макияжем нужно обязательно нанести утренний уход за минуты 15-20 для того, чтобы дать вашим продуктам возможность немножечко поработать на вашей коже, увлажнить ее. И только после этого мы можем приступать к нашему макияжу. Любой макияж мы начинаем с основы. Он подготовит кожу, выровняет тон и поможет продуктам держаться дольше. Я буду использовать базу с легким тоном с мелкими светоотражающими частичками. Буду наносить руками, хорошо вбивая пальчиками в кожу. Так как у нас утренний макияж, я буду использовать легкий бибикрем, который почти не ощущается на коже. Его можно наносить спонжем, кистью или руками. Но мне удобнее наносить кистью, чтобы равномерно распределить его по коже, уделяя особое внимание каждой зоне, чтобы не создавалось эффекта маски. После основы наносим консилер на зону вокруг глаз безымянными пальцами. Это единственные пальцы, которые создают минимальное давление на нежную кожу вокруг глаз. Не забывайте об этом, когда вы утром и вечером наносите крем под глазки. Закрепляем тон фиксирующей пудрой, хорошо проходясь кистью в Т-зоне, под глазками, чтобы закрепить консилер и шея. Следующий этап это брови. Тонкой скошенной кистью наношу тени по форме бровей и прочесываю их щеточкой с прозрачной тушью, чтобы брови выглядели максимально естественно. Любые светлые мерцающие тени или хайлайтер, именно его я и буду использовать, наношу на все верхнее веко. Дальше я беру светло-коричневые, почти нюдовые тени и наношу на все подвижное веко, хорошо растушевывая. Этой же кистью я набираю немного хайлайтера и высветляю им уголки глаз. Черным карандашом для глаз я прокрашу межресничное пространство и визуально добавлю ресницам объема и сделаю выразительный взгляд. Посмотрите какая разница. И именно таким способом мне удобнее всего это делать. Макияж на глазах заканчиваю прокрашивая ресницы тушью. Такой нежный макияж обязательно дополняю розовыми румянами и добавляю для сияния хайлайтер на верхнюю губу, на скулы и указательным пальцем провожу тонкую линию, вытягивая носик. Завершаю макияж нежно-розовым блеском для губ. Ну что, наш макияж готов. Мне он безумно нравится. Я уверена, что после просмотра этого видео вы убедились в том, что такие макияжи очень легко делать самостоятельно. Такие макияжи всегда будут беспроигрышным вариантом, как и для работы, для учебы или какого-то мероприятия или свидания. Ну и самое приятное, что такой макияж занимает по времени буквально 10 минут. Его всегда можно подправить матирующей салфеткой, пудрой, добавить немножко блеска и все, макияж снова свеженький, снова красивый. А если у вас утром есть немножечко больше времени на сборы, предлагаю вам перейти на это видео и выбрать для себя прическу, которая дополнит ваш образ, делает его более романтичным. А я вам хочу сказать большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. И до скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!